Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее длинное, тяжелое и интересное письмо. Затем дадим какие-то свои рекомендации, советы, выводы и так далее. Сделаем, о чем человек, собственно, просит. Так что давайте приступим. Так. Я замужем более 10 лет. У меня прекрасный, добрый, спокойный муж зарабатывает немного. Но так как я работаю, нам на двоих вполне хватает. Живем с его мамой. Сложный человек, но как-то уживались. Хотя многие до сих пор удивляются, как у меня хватает мудрости жить рядом с ней, даже ее родственники. Здесь я остановлюсь. Сразу скажу, что это не очень здоровая история. Нет здесь никакой заслуги, как я с ней уживалась. Вот эта фраза уживалась. То есть через препятствия, через боль, через страдания я это делала. В принципе, ненормально, даже не то, что с мамой, супругой, со своими родителями, а жить в одной квартире, в одной семье. Несколько поколений, когда пересекаются. Нормы пересечения поколений это, ну, когда родители и дети. То есть там, условно, до 20 лет твои дети с тобой живут. Это одна история. Потом все равно надо расти и делиться, отпускать своих детей. Это не нормальная история. Это не про здоровые отношения. Я сразу говорю, что у вас отношения и с мамой вашего супруга, и со своим супругом. То есть, а он, я могу сразу сказать, не отделившийся от мамы человек, где-то не самостоятельный и так далее. То есть это уже огромный ворох проблем внутри союза существует, от которых я сразу понимаю, читая такие фразы. Это говорит о том, что не супер классные какие-то отношения. Там точно есть проблемы, такие отношения, потому что, в принципе, здоровыми быть не могут. Здоровые – это когда мы живем в каждой своей семье по отдельности. Да, мы можем ходить в гости, общаться, помогать чем-то друг другу и так далее. Но у нас, самое главное, разная территория. Почему? Это личные границы и разные связи должны быть, не переплетаться. Мы решили с самого начала ее одну не оставлять. Вот смотрите, у меня вообще вопрос. Кто мы решили? Почему? Это желание вашего мужа было его мамой. Вы подстроились, скорее всего, под их желание. Возможно, у вас тоже есть с этим, назовем так, некие проблемы. Вы хотите, чтобы у вас была такая целостная, огромная, большая семья и так далее. Поэтому на это пошли. Детей с мужем у нас нет, и на то есть причина. С самого начала не заладилась интимная жизнь. Я не обратила на это внимания. Думала, что все получится, но оказалась не права. Мы разные в этом плане. Со временем все зашло на нет. Живем, как брат и сестра. Да, восклицательный знак. Это ужасно, восклицательный знак. Но я себя успокаивала. Главное, человек хороший. Каждый день говорит, что я красивая. Как ему со мной повезло. Делает подарки, дарит цветы, целует, обнимает. Думаю, если вы постоянный зритель канала, слушайте, что я говорю в видео. Это закрытие потребностей. Я получаю комплименты, повышение своей самооценки. Но упуская огромный момент в плане сексуальной интимной близости. Сразу я могу приплесь, назовем тогда, приплетать сюда маму. Его где-то в какой-то степени, мне кажется, вы очень его маму дополняете, или копируете, или на нее очень похожи, или может быть похожи внешне и так далее. Почему вот это, назовем интимная близость, не заладилась интимная жизнь, которую вы специально не замечали, с целью сохранности своей психики. Потому что, как и называется, инцест, то есть секса с мамой не бывает. То есть вы настолько где-то ее напоминаете, дополняете. Условно, у него есть минусы с мамой какие-то, минусы с вами, например, постель. Когда вот эти две женщины рядом с ним, ему идеально, классно, кайфово. То есть это обхаживание определенных условий жизни, определенных запросов этого человека. То есть я живу не для себя и радуюсь, а для него. Он устроился классно, у него все есть замечательно. У вас как бы не очень есть проблемки, да, вам не все нравится. Вас, например, не устраивает, что у вас нет какой-то сексуальной жизни и так далее. Либо это вопрос у него, блок определенный, типа, а инцест, она очень сильно напоминает мою маму, он не может, не хочет и так далее. Либо у него, в принципе, может быть какое-то расстройство в том плане, что ему это неинтересная темная близость, он подбирал такую женщину изначально, которая, может быть, не будет от него этого требовать, будет готова на такую форму отношений и так далее. Я привлекательная, стройная девушка, веду здоровый образ жизни, внимание от мужчин каждый день, восклицательный знак. Даже устаю от навязчивости некоторых. Мне удивительно, молодец. И вот однажды, четыре года назад, со мной познакомился один мужчина, который гораздо старше меня. У него есть семья, двое детей, один взрослый, второй подросток, ребенок. Обаятельный, с великолепным чувством юмора, добрый, также ведущий здоровый образ жизни, как и я. И мы очень быстро сошлись на общих интересах. Мы стали встречаться, пить кофе, гулять в отдаленных местах, полюбили друг друга. За четыре года ни одной ссоры, а только полное взаимопонимание, поддержка, забота друг о друге, страсть, любовь. На собоих устраивали такие отношения. Никогда никто не хотел разводиться, разрушать семью. Вот, смотрите. Потому что каждый из вас трус и нашел для себя безопасную реализацию того, чего мне не хватает в семье в отношениях с официальным браке с супругом или супругой, на стороне, назовем так, да? Почему вы сошлись, каждый занят и не хочет это разрушать? Страх к переменам, к новому, решение всяких проблем. На самом деле, если люди разводятся, ответственность за себя, за свою жизнь. Одному тяжело, трудно выживать, вдвоем как-то легче. И самое главное, ведущая здесь роль, ответственность. Она тоже делится на супругов. Соответственно, разводиться мы не хотим. Я буду говорить, как есть, да? Потому что мы трусы в чем-то, да? Боимся ответственности, боимся перемен. А так удобно устроились. У мужа у меня вот этой страсти, любви, романтики нет. А вот он мне брат, а вот эти мужчины у меня есть. Замечательно, мне хорошо, как бы живем, тусуемся дальше. И вот однажды его семья проникла в телефон, читали нашу переписку. Был скандал, дошло и до моего мужа это. Но мы продолжали общаться, искать возможности. На основном телефоне он меня заблокировал, чтобы не было претензий у него дома. Никто из нас не рвал отношений. Как-то все успокоилось, улеглось, общались мы просто с другого телефона. И снова нас увидели вместе. Опять скандал. Он не вернулся домой в тот день. В тот же вечер он меня разблокировал на основном телефоне. И мы стали обсуждать, что делать дальше. Все 3 и 4 дня нашу переписку, оказывается, следили у него дома. Видимо, QR-код успели сделать в WhatsApp. И посыпались снова сообщения. То есть, видите, моментик отмечаю важный. Этот мужчина. Первый раз, окей, мы на нет сошли. Критическая ситуация. Не надо ничего менять. Второй раз ему, видимо, там уже давят условия. И он соскочил, да. То есть, он попытался рискнуть, не пошел домой. И решил, типа, ну, назовем так, разрывать эти отношения семейные свои. И все дошло и ко мне домой. Мой муж сказал мне, я не знаю. А, я знаю, я не идеальный муж. Решай, как жить хочешь дальше с ним, со мной или ни с кем. Принять сразу решение мне было сложно. Он меня отправил к другому мужчине, чтобы мы разобрались в наших отношениях и чувствах. Он сказал, что если бы была финансовая возможность, он бы меня к себе забрал. Я в курсе всех его проблем на финансовой почве. И все право. То есть, этот мужчина, немножко запутанно с мужем, перепутанно и любовником. Но написано, что, по сути, если бы у любовника были деньги на жизнь и все прочее, он бы меня забрал. И все было бы, типа, зашибись. Типа, вопрос только в деньгах. У меня, значит, сразу ответ на это есть. Это такой аргумент, он не настоящий, на самом деле. Он как бы, типа, весомый. Мы видим, денег нет, почувствовать материально можем это, да, почувствовать материально, прикоснуться к этому, понять, ощутить. На самом деле, это договорка. Он не хочет сам перемен, он боится ответственности, поэтому у него всегда какие-то откоряки были, есть и будут. И вот деньги, как один из вариантов. Потому что есть очень простое решение этому вопросу. Да, оставайся, разводись. Тем более, у тебя один взрослый уже самостоятельный ребенок, второй подросток, он уже скоро станет самостоятельным. То есть, по сути-то, если говорят, когда меня, типа, держат дети от коряка, это тоже уже отваливается, да. Оставайся один, разводись, строй союз с этой женщиной. Тем более, вы работаете, у тебя все в порядке, с мужем у вас на двоих денег хватает вашей работы. У вас вообще обременения в виде детей или еждивенцев никаких нет. Так работайте вместе, тогда иди, зарабатывай чуть-чуть больше, меняй работу, время перемен. То есть, он не хочет, не пытается, и просто такой кидает от Москвы, и мне денег нет. А что же ты сделал, чтобы заработать их больше? И почему ты решаешь, что у тебя денег нет, я, например, я за вас, да, говорю, я не буду сидеть на твоей шее, я продолжать буду работать так же, как, собственно, существовать, как и со своим мужем официальным в браке. Дальше. Несколько дней мы не общались, не виделись, очень тяжело было всем, и нам, и нашим семьям. Я была готова уйти к нему, но он к себе не звал. Он переживал за то, что потерял семью и детей. Вот видите, ответ. Я была готова уйти, а он не позвал. И он сожалел о том, что теряет семью и детей. Он и никогда не планировал ни разводиться, ни уходить, ничего ему не надо. Он просто удобно устроился, закрывал свои потребности, которые не реализовывал супруга и на стороне. В итоге он мне написал смс, что наши отношения прекращаются. Он будет пытаться вернуться в семью. Если не получится, то будет просто рядом с ними. Ой, вернется, не переживайте, его примут. Это долгая история. У них свои проблемы в отношениях. Это уже не первая у него, скорее всего, история такая. Попросил у меня прощения. Но мне обидно, что он сделал это через смс, а не при встрече. Знал, что будут слезы. Видимо, избежал эти эмоции. Так проще. Я здесь разбираю, сразу отвечаю. Да, это избегание. Это еще раз подтверждает, что он трус, который не может брать ответственность. Даже ответственность за расставание. Он даже не смог вам посмотреть в глаза настолько... Я буду говорить, как есть. Он трус. Он настолько трус, что боится даже этого. Брать ответственность за ваши слезы, за ваши слова. Брать ответственность за то, что он создал этот союз. Это 50%, назовем так, его ответственности и вины, что он с вами сошелся. Это ваше желание и его в том числе. Так вот, за свои 50% он не готов брать ответственность. Да, может быть, где-то там типа а-ля удобный любовник. Но вот видите, как дошло до каких-то принятий решений ответственности, он сразу сливается. Сейчас состояние, будто у меня лишили правой руки. Чувство тревоги, страха, слезы. Четыре года прекрасных отношений. Очень его люблю. Замечательные отношения. Какие отношения? Ваши отношения с вашим супругом официальным. Это не отношения. Это называется интрижка. Отношения здоровые, если выберу слово отношения, это когда два свободных человека вступают в равный эмоционально-моральный союз. Вот это здоровые отношения. Они были не здоровыми, а больными, потому что вы оба заняты. Никаких равноправных отношений у вас не было никогда. Вы закрывали свои потребности за счет другого человека. И он в своей отче точно так же. Это не отношения. Это называется закрытие потребностей. То есть не надо путать с отношениями. Потому что отношения сразу говорят, а-ля, здоровые отношения. И закрытие потребностей. То есть это моя нужда, моя потребность, мое желание. И, соответственно, если не этот человек, найдется другой, который будет закрывать мои потребности. И это тоже не будет отношениями. Вы вступите в отношения, здоровые отношения, когда вы разведетесь и найдете себе свободного мужчину, готового к здоровым отношениям. Без боли, страданий. А для любви, счастья, наслаждения, помощи друг к другу. И пошло-поехало, да? Продолжаем. Зла на него не держу. Только положительные эмоции от всего, что было с нами. У меня вообще вопрос. А вы тоже положительные эмоции за то, что вам сделали больно? И с вами не захотели расстаться, попрощаться с глазу на глаз, а только по телефону это сделали? Вам же это больно. А вы говорите, а я его люблю. То есть вам получается, сколько ни бей, ни пинай, ни делай больно. Все по делам получается. Я все равно люблю, жду. То есть у вас, знаете, из-за ваших психотравм в жизни вы настолько настроены на любовь и страдания, что можно делать все, что угодно. Причинять любую боль. Ваша психика стирает плохое, старается помнить... Это защитная функция психики такая. Старается помнить только хорошее или приятное. Она говорит, что память как у рыбки, да? Это, с одной стороны, хорошо как спасение психики, но в вашей ситуации это приносит вам дискомфорт, страдания. Вы продолжаете мучиться, страдать, что вам причиняет боль. Потому что у вас дальше вопросы ко мне возникают. Как собраться и жить дальше? Мы живем в небольшом городе. Как быть с мужем, с которым у нас нет близости? Меня мучают эти вопросы. Я очень боюсь, что жизнь накажет в дальнейшем. То есть и поля кармы. Ну, а карме, смотрите, давайте по порядку мне разбирать. По поводу кармы. Надо было думать об этом зараньше. Боитесь, что вас жизнь накажет. Тогда в следующий раз, когда у вас сейчас все уляжется, вы с мужем, я уверена, не разведетесь, вам подвернется опять какой-то со временем. Не сейчас, может, через полгода, когда у вас эмоции подулягут. Мужчина, который опять станет вашим любовником, если вы с мужем не разведетесь, то будет любовник. Тут компенсация в любом случае, закрытие потребностей секса, он все равно нужен. Никуда ты не денешься. Природа, как минимум. Потому что если вы не будете компенсировать, вы будете требовать от мужа, будут конфликты, вы разведетесь в итоге. А чтобы не развалиться и быть там условно в хорошем тылу с мужем, вам надо компенсировать это настроение каким-либо образом. Так вот, по поводу кармы. Ну, в следующий раз, когда будете выбирать любовника, думайте о том, что есть карма, что, возможно, он женат и так далее. Или он влезет в мои отношения со временем, он захочет отношений, развития отношений, что-то от меня требовать будет, решение уходить от мужа и так далее. Вот об этом думайте в следующий раз, когда будете что-то подобное вступать. По поводу близости с мужем. Ну, а что там начинать? Вы так и сказали, мы не подходим. Короче, это не притягательный для вас партнер. Поэтому с мужем по-правильному надо разводиться. Собраться и жить дальше. Ну, просто жить дальше. Не собираться. Просто повторять свою дневную обычную рутину. Ходить на работу. Кушать еду, которую я ела раньше. Делать то, что я делала раньше. Просто из моей повседневной рутины ушел любовник, да. Нет эмоционального. Вы на самом деле спрашиваете, что мне делать? Я потеряла реализацию своих потребностей. Любви, влюбленности, секса. Чувствовать себя нужной, что мной восхищаются, меня желают и так далее. Вы меня, по сути, спрашиваете, а как без этого дальше жить? Никак. Это надо. И это надо для самооценки. Женщине каждой это надо чувствовать. А тогда растет ее самооценка. Но муж вам это не дает, вам намек. И не давал, и не дает в нужной мере. Он только комплименты говорит, что красивая, мне с тобой повезла. Но вот в чувствах и эмоциях это не работает у вас. Не подходит он вам. Но это вам намек, что если вы этого хотите, эту потребность закрывать, вам надо искать другого человека. С мужем надо разводиться, искать другого, кто будет вам в комплексе все это давать. Вот к вопросу, что делать, как жить. Если вы меня спрашиваете, как закрыть глаза, остаться в безопасной зоне с мужем, и как это компенсировать, ну, искать нового любовника, который будет компенсировать. Тут два пути. Другого вообще нет. Если вы даже останетесь, как есть сейчас, оно все равно со временем все изменится. Вот просто пойдут претензии к мужу, скандалы начнутся. Он будет максимально стараться, прогибаться. Затянется история на парочку лет. Все равно в итоге разведетесь. Потому что если вот этого уже нет, вы просто так не можете стать идеальными партнерами в сексе с пустого места. Все, нету химии, уже 10 лет не срослось, с потолка не возьмется. Это не тот случай, когда мы временно чуть-чуть отхолодели из-за каких-то проблем. Потом это, например, можно отмотать, вернуть что-то там на эти проблемы. Изначально мы на этом не сошлись. Изначально были проблемы. Просто я их отталкивала, скрывала на это глаза. Здесь я популярно рассказала. Давайте дальше. Так, что там про карму было, да? Если разведусь, вдруг повстречается абьюзер. И буду вспоминать своего мужа и жалеть. Ну вот вам ответ, ваш страх, почему вы боитесь развестись. Ну пока не попробуйте, ничего не узнаете. Сидите без абьюза. Как вы думаете, что без абьюза. И держитесь за своего любимого мужа. Страдайте дальше. Он хочет быть со мной, несмотря на мое предательство. На самом деле, вот он. Но его вина в этом тоже есть, конечно. На самом деле, вот он ответ очень простой. Вы выбрали себе человека. Почему вы не готовы с мужем расставаться? Это человек, который вас принимает комплексно. Всю цело. Но секс только не дает. Потому что вас в детстве в вашей семье принимали только по запчастям, я это называю, да? Только либо за хорошие поступки, или с хорошим поведением. За что-то вас любили, а не все комплексно. С плохим вашим поведением, как вы говорите, он меня любит всю. Даже с моим предательством, плохим поведением. Но в детстве вас за ваше плохое поведение родители не любили. Вот он ключик к проблеме вашей личности, да? Вашего характера и вашего поведения. И с детства все, как всегда, у нас растет. Поэтому вы выбрали себе мужчину, он вам нужен для того, чтобы вас принимали всецело. Я больше скажу. Можно так дальше жить в своих страхах и бояться. Просто понимать, что секса у меня хорошего с мужем не было и не будет. Я только могу искать компенсацию на стороне. Мой муж мне прилагал усилия ничего изменить. Хотя однажды мы пытались, обращались к врачу. Обманывать его снова я не хочу, но жить так дальше имеет ли смысл? Вопросительный знак. Вот смотрите, на «Имеет ли смысл?» я вам уже ответила. Как вам хочется. Смысл имеется ровно столько, сколько есть ваше желание. Пока вам хочется заморачиваться, бояться сидеть, трястись за своего мужа, что второго такого замечательного, не дающего секса не найдете, вы будете это делать. Если у вас настолько сильные страхи и глубинные, я буду вангой. Я вам скажу, что вы не разведетесь, вы найдете нового любовника. И эта история будет повторяться из раза в раз, из раза в раз и так далее. Потому что вот эти даже эмоции расставания и страдания по любимому человеку, по любовнику, который давал эмоцию любви, желания, вот это всего, это тоже надо. Это же тоже проигрывается. Я вам хочу сразу сказать, долго попой на двух стульях усидеть невозможно. Вы на какую-то сторону должны пересесть со временем. Вы провалитесь посерединке и останетесь без всего. Советы вот мои, ну если так можно назвать это советы, мои рассуждения такие. Я просто стараюсь не совет давать, психолог советует, но я здесь тоже не психолог, да, в этом видео, что человек, живущий в Турции, там истории всякие зачитывает. Я хочу сказать, что я стараюсь объяснить причины поведения, как вы пришли в эту точку своей жизни, в этой ситуации. Зная причины, мы можем всегда найти пути решения проблемы или не повторить это снова. Поэтому я рассказала, что как было, как вы к этому шли и как дальше может быть. А как это изменить? Принимать мне какое-то решение, какое это должно быть решение? Решать только вам, за вас никто не будет думать, решать или говорить, как надо поступать. А вы ждете готового ответа на самом деле. Вы меня ждете, и от меня, и от комментариев под видео. Что, девочки, дайте мне безопасно, чтобы я осталась, ничего не меняла при своих страхах, но мне стало лучше. Не бывает. Не поменяв ничего в своем поведении, в своей жизни, в своем окружении, ничего вокруг не изменится, не приложив никаких усилий. Само не рассосется, к сожалению. Вот такие мои комментарии. Я надеюсь, вас там ничем не обидело. Есть люди, которые говорят, что я грубая, обижаю, резко как-то выражаюсь и так далее. Я за честность и за правду. Я не за размусоливание, комплименты, быть хорошей для кого-то, чтобы обо мне подумать. Да мне наплевать вообще. Я говорю, как есть. Хочешь менять свою жизнь? Бери в свои руки. Вот я когда говорю, делай и так, да, 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 да. Я тебе скажу, как надо. Или, например, как может помочь тебе? Что тебе может помочь? Попробуй, давай. Я поддержу. А говорить просто, ой, давайте об этом поговорим. Да, печально. Подакивать, сидеть, лить мед в уши. Это не решает проблему, к сожалению. Есть люди, которые так делают. Это не мои методы. Так что пусть я буду грубиянкой или еще какой-то. Но пусть это поможет вам или другим людям, которые сегодня присмотрели это видео. Этот пример будет полезен. Девочки, что спишите, напишите в комментариях под видео. Советуйте. Может, кто-то был в таких же ситуациях. Какие ситуации, на самом деле, очень много вокруг. Просто не все об этом вслух говорят. Это все. Так что вам, автор письма, спасибо за вашу смелость, что вы честно все это рассказали, как есть. Многие об этом думают или проживают, просто стесняются об этом говорить, потому что это, в принципе, ну, выглядит не очень, да, социально одобряемо. Кому нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео всегда есть моя почта. Пишите на нее консультацию. Я вам отвечу по условиям. Встретимся в скайпе. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока.